Террористический акт, который произошел 22 марта в подмосковном Крокус-Сити, еще раз напомнил нам о том, в какое непростое время мы живем. Это страшное событие как будто бы еще больше спасило нас, сделало нас крепче, сильнее. Вместе с тем оно как будто бы заставляет нас более пристально взглянуть на, казалось бы, привычные вещи, другими глазами посмотреть на наших детей. Наши дети – самая незащищенная, самая уязвимая часть населения. Давайте не будем говорить сегодня о детях всей России, поговорим о наших детях, которые уходят из дома, уходят из своих семей. И что более серьезное, более страшное может с ними произойти, если вовремя не протянуть им руку помощи, если вовремя не понять их. Здравствуйте, уважаемые родители, граждане взрослые. Это программа для вас. Программа «Недетский разговор». Ну что ж, дорогие родители, уважаемые граждане взрослые, сегодня разобраться в некоторых, подмечу некоторых самых актуальных вопросах, нам поможет психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ирина Тлябичева. Я с удовольствием вам ее представляю. Ирина, здравствуйте. 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 Спасибо большое. Я знаю, что у вас работы очень много, тем не менее, вы нашли время, потому что вопросы, проблемы, которые мы будем сегодня с вами обсуждать, в самом деле имеют место быть, и они становятся чрезвычайно горячими, я бы даже сказала. Ну, еще, наверное, не скоро с наших уст, из социальных сетей, уйдет информация о теракте, который произошел в Подмосковье. И в связи с этим появились новые проблемы. Новые угрозы вовлечения наших детей несовершеннолетних, подростков, привлечения их к совершению терактов. Терактов посредством угроз, угроз даже под угрозами жизни их близких, потери здоровья. В конце концов, какие-то идут шантажи, чтобы привлечь детей для совершения этих пагубных поступков за деньги. Я так думаю, что когда такие вещи происходят с любым человеком, неважно, взрослый это, ребенок, в поведении начинают происходить какие-то изменения. И всегда, наверное, можно понять, что с человеком что-то не так. Вот что касается детей, что касается подростков, на какие поведенческие изменения нужно обратить внимание в таких ситуациях? Да, в настоящее время, конечно, имеется большая угроза для наших детей. К сожалению, исключить мы социальные сети и гаджеты, мы не в силах. Естественно, у нас информационная такая система. Но, тем не менее, родитель, конечно же, может обратить внимание на ребенка. То есть, в первую очередь, ребенок меняется в поведении, в эмоциональное состояние. То есть, если ребенок был активный и тут стал пассивный, закрываться в комнате, больше проводить время в социальных сетях, или проявлять какую-то агрессию, как говорится, огрызаться, когда родитель, например, предлагает сделать то или иное. Естественно, если он выполняет какие-то задания, то есть как челленджи, которые даются ему именно из социальных сетей. То есть, это вроде бы начинается как в игровой форме, но, тем не менее, потом, конечно, когда ребенок уже очень вовлекся в эту игру, естественно, переходит уже больше к сложным таким заданиям, которые ребенок должен будет выполнить. И, к сожалению, они не всегда такие положительные, которые могут привлечь и повлечь, конечно же, большую проблему для окружающих и для самого ребенка. Поэтому, и, конечно же, в первую очередь хочется говорить о том, что это состояние родителей. Ведь ресурс ребенка – это его семья. И многие родители начинают реагировать неправильно на ситуацию, когда узнают то или иное, что происходит с их ребенком. Естественно, нужно совладать со своими эмоциями, набраться терпения и, конечно же, не впадать в панику, а именно сосредоточиться на самой проблеме. И, как возможно, конечно же, сохранять концентрацию внимания, потому что их ресурсы будут необходимы ребенку и всей семье, и также окружающим. Конечно же, наше правительство, в том числе и Министерство просвещения Российской Федерации, моментально отреагировало на эту ситуацию. Они разработали рекомендации для родителей, для детей, где четко прописано, как в этой системе нужно отработать. И туда входят, конечно же, не только педагоги образовательных организаций, но и родители. И когда только в тандеме родитель и педагог сплочаются, они могут вытащить ребенка. Если это более серьезная ситуация, конечно, подключать и уже органы, которые будут отрабатывать уже свою сферу. И это все совместно должно быть и, как сказать, идти в одну ногу. Конечно же, скрывать ни в коем случае нельзя. Конечно, мы родители и наш менталитет немножечко говорит о том, что боимся огласки, боимся, что скажут, что семья плохая, не воспитали. Но на самом деле сейчас нет детей, которые попадают в данную категорию благополучных семей или не из благополучных семей. В данную категорию попадать может любой ребенок, даже в абсолютно благополучной семье, где родители на хороших работах, таких как врачей, педагогов и далее. Поэтому нельзя исключать ни одного ребенка. И, естественно, родитель должен быть всегда на стороже. Но это должно быть так ненавязчиво и, конечно же, следить. То есть это будет падать успеваемость, когда ребенок учился хорошо, и он перестал делать уроки, он пропускает занятия, он может начать употреблять какие-то вещества или наркотики, сигареты. Вы в каких-то моментах можете поймать его, когда от него происходит какой-то запах или что-то нашли в кармане. То есть это все, конечно же, может заметить сам родитель. Но опять-таки скажете, что занятость родителей и работа – это несколько детей, если еще в семье. В основном у нас многодетные семьи. Но, тем не менее, наша ответственность от этого никуда не девается. Нам нужно быть в контакте с нашими детьми, разговаривать. И, конечно же, если такое уже случилось, ругаться, кричать – это уже не имеет никакого смысла. Нужно понять, что происходит с ребенком, почему он попал под это влияние, почему он оказался ведомым ребенком, почему произошло так, что он настолько доверился абсолютно чужому человеку, нежели своему родителю. Поэтому на все это надо обращать внимание. И, конечно же, если родители чувствуют, что он не справляется, обращаться за помощью к специалистам. Их на данный момент не так и мало. В первую очередь, конечно же, это педагоги образовательной организации, педагоги-психологи школы. И, конечно же, есть и центры, есть и в частном порядке психологи, которые работают. Но, тем не менее, это нельзя оставлять без внимания. Это, конечно же, рекомендация такая, что родитель не должен молчать. Ирина, но восприятие проблемы взрослыми и детьми происходит по-разному. Вот что сегодня мы с вами можем донести до подростков, которые попали в такую ситуацию, как им быть? Ну, на самом деле, да, подростки почему вообще попадают в социальную зависимость, да, от тех лиц, которые не являются в его окружении. Когда ребенок не находит именно вокруг себя реальных людей, которым можно довериться, которые его поймут, которые его поддержат, как ему кажется, да, когда родительский авторитет шаткий в семье, когда он не доверяет родителю или, например, не проводит должного времени, так сказать, с родителями и не знает, как отреагирует родитель на ту или иную ситуацию, естественно, они начинают искать это общение в социальных сетях. И когда, конечно же, хочется донести до наших детей, наших подростков, естественно, то, что нужно разговаривать с людьми, которым вы доверяете. То есть это может быть родитель, если не родитель, это может быть педагог, классный руководитель, учитель-предметник, который не оставит без внимания данную ситуацию, но обязательно об этом нужно говорить. Если в вашу сторону, то есть какие-то появились угрозы или какие-то сообщения, естественно, постараться не пересылать друзьям, не делать рассылку, а именно показать взрослым, обязательно здесь должен подключиться взрослый, потому что ребенок в данной ситуации не справится самостоятельно. И, естественно, уже родители даже дальше предпринимают какие-то меры. И главное, чтобы вы не боялись, не боялись говорить об этом своим родным, своим близким, пусть даже это не мама, не папа, бабушки, дедушки, с теми, у кого у вас установлен эмоциональный контакт, с кем вы хорошо общаетесь, и не бояться просить помощи. Ведь сильный человек не тот, который делает все сам, а тот, который умеет вовремя попросить помощь у более опытного человека и более старшего человека. Поэтому очень важно, чтобы вы контролировали, в каких группах вы находитесь, какая категория людей там, с кем вы общаетесь, это очень важно. Ведь подпасть под это влияние совсем легко и просто, но выйти из этой ситуации будет намного сложнее. Потому что не вся информация, которая предоставляется нам в интернете, она правильная. И даже если выступают взрослые, даже очень много психологов сейчас, которые наблюдают наши подростки, они очень любят заниматься самообразованием, и когда у них возникают какие-то трудности, пытаются разобраться сами, считая, что они уже взрослые. Но в социальных сетях очень много даже фейковых психологов, так сказать, психологини, которые сейчас выставляют очень много информации, которая не является достоверной. И потом приходится настоящим психологам уже это все прорабатывать настолько глубоко и долго, что, конечно же, возникает много вопросов и у родителя, почему вот столько ребенок работает с психологом, нет никакой реакции. Но, тем не менее, обязательно, то есть в первую очередь наладить отношения с родителями, постараться, по крайней мере, выйти на контакт с родителями, и если вы получили вот такие моменты, угрозы, обязательно сообщать, обязательно. Сейчас есть, кстати, работает и телефон доверия, детский телефон доверия, очень известный, все номера размещены и в школах, и поэтому, если прям нет возможности сообщить взрослым, то, конечно же, позвонить телефон доверия и рассказать о том, что происходит с вами и какие угрозы поступают в ваш адрес. Это самое главное. Ну, раз мы с вами заговорили о детях, о подростках, вы знаете, меня всегда удивляли такие ситуации, когда благополучная семья, материальный достаток, ребенок ни в чем не нуждается, любая мечта исполняется, любому желанию всегда зеленый свет, и раз, как вы говорите психологи, деструктивное поведение. То есть ребенок начинает тянуться к трудным подросткам, к тем, кто, ну, скажем, простым языком, ничему хорошему его не научит. Почему такое происходит? Есть ли этим вещам объяснение? Ну, на самом деле, вы знаете, есть очень бедные семьи, но такие счастливые дети в этих семьях. И на самом деле финансовая часть абсолютно не имеет никакого значения. Самое главное — это взаимоотношения с родителями внутри семьи, что происходит. Когда, ну, так сказать, подростковый возраст сейчас снизился, то есть уже 9-10 лет — это уже подросток. Да, естественно, он еще вроде бы уже и не ребенок, но еще и не взрослый. Но, конечно же, очень много вопросов возникает, им хочется быть самостоятельными, им хочется быть взрослыми. И если нет такого авторитального родителя, который... Авторитетного, даже не авторитарного, авторитетного родителя, который сможет направить правильно ребенка, или наоборот, ребенок не получает нужного внимания от родителей, то есть нет таких хороших отдыхов совместных, каких-то мероприятий, совместной деятельности, а просто только финансовое обеспечение, то есть это тоже не выход из ситуации. И, конечно же, у ребенка появляется потребительское отношение к семье, к родителям, что вот вы мне должны. И, конечно, появляются рядом такие авторитетные сверстники, может, кто-то постарше, которые ведут себя немного деструктивно, которые, как им кажется, взрослые, потому что они могут употреблять что-то, они могут выпивать, они могут курить. То есть делать те вещи, которые делают, ну, по факту, взрослые. И, конечно, им кажется, что они таким самым могут поднять свой авторитет в курс сверстников, потому что в подростковом возрасте на первый план именно выходит общение с подростками. То есть они должны быть причастны к какой-то группе, как стае, то есть они должны быть приняты обществом. И если ребенок попадает, в принципе, в благополучное такое содружество ребят, конечно же, все протекает намного мягче и хорошо, но не всегда это бывает так, не всегда дети находят в себе, так сказать, друзей, которые ведут хороший образ жизни. И поэтому, естественно, это очень быстро завлекает их. Это очень... То есть можно делать все, что ты хочешь. Ты взрослый, по их мнению. И поэтому, опять-таки, ложится ответственность и на школу, и на родителей, в том числе, для того, чтобы помочь ребенку понять, а где хорошо, а где плохо. Ведь в большинстве случаев, чтобы ребенок был спокойный, ребенок был адаптированный, нужно просто научить его вовремя говорить нет. Отказаться от того, что может привлечь, повлечь какие-то плохие, так сказать, поступки и последствия для него. И, конечно же, не быть ведомым. Это самое главное, наверное, что сейчас необходимо и чему необходимо учить детей. Это выходит на первый план на данный момент, чтобы они знали, чего они хотят, они знали, с кем они дружат, и стоит ли с ними дружить. И для этого, конечно, это не однодневная работа. Поговорить, там, как говорить, прочитать лекцию, этого мало. Это ежедневный труд, но он, конечно же, приведет к хорошим, так сказать, дальнейшим действиям, если это будет совместно и работать школа, и, конечно же, родители уделять этому большое внимание. Это очень важно. И финансовая часть абсолютно здесь ни при чем. Соглашусь с вами я, но не знаю, согласятся ли те мамы, которые прибегают после работы домой, валятся с ног, что называется, и говорят, извини, сыночек или там дочечка, мне сейчас не до тебя, давай-ка в следующий раз поговорим, обсудим твои проблемы. Да, мы сейчас как-то коснулись немножечко эмоциональной составляющей нашей жизни, да, вот то, о чем я сказала чуть-чуть выше, что эмоции есть у взрослого, чувства есть у ребенка. Если эти эмоции подавлять, и чувства подавлять, к чему это может привести? Ну, такое, конечно, не приведет ни к чему хорошему. То есть это уже приводит к более клиническим заболеваниям, таким как депрессия, панические атаки, повышенные тревожности. И, кстати, сейчас подростки очень сильно подвержены к таким состояниям, где уже без медикаментозной помощи не обойтись. То есть это невролог или психиатр даже. То есть в тандеме отрабатывается, плюс еще и психолог. Поэтому бывают такие состояния у детей, которые просто невозможно вытянуть одному психологу. И, конечно же, тревожность родителей. То есть когда у родителя повышенная тревожность и происходят какие-то свои ситуации в семье, но они есть в каждой семье, естественно, это все отражается на детях. Вы даже знаете, говорят вот проблемы даже разведенных родителей, что дети страдают. Для ребенка это придет безопасно, даже если родители разводятся. Но если родители разводятся спокойно, в дружеской обстановке, когда один из родителей не пропадает, а продолжает также принимать участие в жизни ребенка, когда ему правильно преподносят информацию, то есть это не является стрессом даже для ребенка. То есть главное, как это все преподнести. Но в основном получается как, что родители расходятся в конфликте, где не могут поделить детей, на какой территории они будут жить. И с этим мы тоже работаем. И на самом деле там уже работа идет с родителями. Я понимаю, что тяжело родителям, конечно, все это хватить. Я сама являюсь мамой троих детей, и все трое у меня подростки, разной возрастной категории, студенты. И я понимаю, что иногда приходя с работы, нет сил ни выслушать детей, ни... Особенно если работа связана с людьми, когда ты в постоянном контакте с людьми. Но, тем не менее, это нас не ограждает. То есть наши дети один раз бывают маленькими. И, естественно, нужно по возможности вложить все, что возможно сейчас для того, чтобы мы уже вырастили полноценное, так сказать, дерево, которое будет самостоятельным, которое будет себя реализовывать в жизни, а не пытаться доказать кому-то и что-то. А подавление эмоций родителей приводит к тому, что ребенок не может проявлять свои эмоции. Не знает, как себя вести в школе, вести со сверстниками. Что происходит? Ребенок вроде бы тихий, спокойный, спокойный, получается потом срывы. Домой приходят истерики, огрызается. То есть в основном это проявляется в большинстве случаев дома. Почему? Потому что дома это безопасная среда, где можно все выплеснуть, то, что накопилось за целый день. И когда он просто не может это озвучить, а почему он себя чувствовал себя в этот момент так, а что происходило? Но, опять-таки, если он это не видит в семье, он и не будет знать, как это делать. То есть не надо ребенку говорить, а делай так, делай так. Нужно делать просто самим так. То есть они наше зеркало, наше отражение. И даже, как бы нам не хотелось бы это признавать, на самом деле дети это наша копия. Мне очень нравится, когда ты услышала фразу «И мы повторим себя в своих диетах». Да, да, да. Это проекция. Даже, вы знаете, семейная проекция бывает, когда из поколения в поколение одни и те же установки передаются. То есть меня воспитывали так, и я воспитываю так же. Как бы я не думала раньше, что я сделаю по-другому. Но на самом деле эту систему можно сломать, можно переработать. И, конечно же, необходима будет уже помощь специалистов для этого. И осознание родителей, что нужно что-то менять. Потому что я очень уважаю наше старшее поколение, но они всегда, они тоже поступали правильно. Не во всех семьях проводилась правильная воспитательная работа. А мы, к сожалению, переносим это уже на своих детей. И повторяем те же ошибки. Когда мама приходит с ребенком, говорит, ну я вижу, ну он такой же, как я, но я не хочу, чтобы у него были такие же проблемы, как у меня были, например. Ну тогда нужна работа не только с самим ребенком, но и в первую очередь родителям. Бывают такие моменты, что отработав с родителями, уже не нужна работа с ребенком. Такое тоже бывает. Интересная практика. Вот мы сейчас говорили, что родители, должен родитель. Откуда брать силы? Что быть вот таким активным? Вы знаете, вот на этот случай есть такая хорошая притча. Старец встретил одного мужчины, который нес огромный-огромный груст на своих плечах, прям подкашивались ноги. И он спрашивает, а почему вот ты себя делаешь таким несчастным? Он говорит, это я делаю ради своих детей, ради своих внуков, чтобы они были счастливы. Так делали мои деды, прадеды, чтобы был счастлив я. А я делаю теперь это все для своих детей. Тогда он спрашивает, а счастлив ли ты? Он говорит, нет. Вот ты знаешь, что неграмотный не научит читать человека, и крот не научит летать орла. Это надо стать самому счастливым, чтобы наши дети были счастливы. Конечно же, не забывать про себя, про свое влечение, про свое хобби, про свой отдых в первую очередь. И, конечно, избавляться от чувства вины, что я вот не уделила какое-то внимание, должна, или там не отвела детей в парк, а легла, отдохнула, поспала полчасика. Вот это чувство вины у родителей, что я должен, естественно, ни к чему хорошему не приведет. Мама должна быть в ресурсе, чтобы в нужный момент поддержать своего ребенка. Счастлив родитель, счастлив ребенок, но не наоборот. А как вы работаете вот с собой, над собой, чтобы быть и счастливой мамой, и нужной мамой, необходимой, и другом, и авторитетной мамой? Ну, конечно, психологи тоже люди. Конечно же, бывают ситуации, когда я всегда говорю мамам, разрешено быть немного неадекватными, да, потому что мамы, когда касается именно детей, какие-то конфликтные ситуации, проблемные ситуации, отключаются все знания в голове, включается типичная мама. Но, естественно, так как я загружена именно работой людьми, детьми, родителями, встречаются разные ситуации, работаем в разных направлениях, начиная с суицидальных рисков, заканчивая какие-то особенными детками, то есть объем работы очень большой, естественно, ресурсов не всегда хватает, и бывает, что ты чувствуешь это эмоциональное выгорание. Просто нужно уметь иногда сказать «стоп», уделить это внимание детям, отдохнуть качественно, это самое главное. И, естественно, конечно же, при необходимости мы прибегаем тоже к работе с психологами, также мы проходим, так сказать, психотерапию, это даже в обязанности наши входит, потому что, чтобы этот негатив, который мы получаем от разных проблем, которые возникают у людей посторонних, с которых мы консультируем, чтобы мы не приносили это все домой, всю агрессию, например, если был какой-то родитель агрессивный и так далее, естественно, иногда мы прибегаем и к психотерапии. Но, конечно же, опять-таки восприятие мира, как мы смотрим на этот мир, так и мы себя чувствуем. Если мы видеть будем все негативно и будем говорить, как все плохо, естественно, у нас будет все плохо, потому что мысли материальные, как я считаю. Это знаете, как ситуация, вот два друга вышли из подъезда и пошел дождь. И один говорит, ну вот, опять дождь, опять слякоть, грязь, я промокну, заболею. И второй говорит, ура, дождь, все свежее, расцветут цветы, то есть будет свежий воздух. То есть как мы смотрим на ситуацию? От этого зависит и наше состояние. Почаще улыбайтесь, почаще проводите время с детьми и не как наказание воспринимайте это, что надо вот что-то сделать, а с радостью. И, конечно же, сразу поднимается настроение и хочется двигаться вперед и совершать еще большие поступки. Но еще такой ресурс мой лично, я не знаю, как у других специалистов, когда я вижу динамику в работе своей, у меня появляется очень много сил и энергии двигаться вперед. Когда приходит мама, плачет и говорит, спасибо вам большое, мы наконец-таки избавились от нашей какой-то ситуации и проблемы, и ребенок начал повышаться успеваемость, ребенок опять начал жить активной жизнью и так далее. Естественно, появляется очень много сил и энергии работать дальше. И, конечно же, любимая работа – это тоже немаловажный фактор, потому что если ты идешь с удовольствием на свою работу, и ты знаешь, для чего это все, то, конечно же, и хочется жить, и развиваться, и общаться, и, конечно же, работать. У меня ощущение, что я как батареечка от вас сейчас подзаряжаюсь даже вашей энергетикой такой замечательной. Замечательно. Мы сейчас немножечко прикоснулись к вашей работе. Давайте поговорим о вашем центре. Чем конкретно он занимается, какого рода ситуации вам уже удалось, может быть, вылечить, скажу так, и как часто все-таки к вам приходится словами благодарности ваши подопечные. Да, хотелось бы рассказать о центре, потому что многие родители, к сожалению, даже не знают о существовании нашего центра, хотя мы республиканское учреждение, мы под ведомством Министерства образования и науки Карачаева Черкесской Республики. У нас работают очень много специалистов, то есть это не только психологи, это и социальные педагоги, и логопеды, дефектологи, олигофренопедагоги, тифлопедагоги, сурдопедагоги. То есть у нас очень много специалистов, узких специалистов, которых нет во многих организациях. И, конечно, мы проводим и логопедическую, коррекционную помощь, психологическую помощь. И мы курируем все образователи организации, всех педагогов, психологов и социальных педагогов данных организаций. Очень много проводится семинаров обучающихся для педагогов и для родителей. Вот за счет родителей хотела бы остановиться. На нашем центре, на базе нашего центра функционирует консультационный центр на встречу семье для родителей, законных представителей, где любой родитель может обратиться бесплатно и получить помощь и консультацию любого специалиста данного учреждения. По любым вопросам, касаемые воспитания, образования детей, развития. То есть это абсолютно все бесплатно. И, конечно же, мы проводим консультации как онлайн, так и оффлайн. То есть если нет возможности приехать, можем провести консультацию и онлайн, то есть по видеосвязи, по телефону. То есть эти все консультации проводятся. И все это в помощь нашим жителям, нашим родителям, консультируем и педагогов. За счет обращений обращаются разные категории детей. И у нас в том числе и дети инвалиды, дети с ОВЗ, то есть граничными возможностями здоровья. Наши специалисты просто квалифицированные, отличные специалисты. Очень много детей у нас с расстройствами именно рас, расстройствами учительского спектра, где дети приходят абсолютно не говорящие, не реагирующие ни на родителей, ни на голос, даже не оборачивающиеся на свое имя. И у нас есть вот дети, которые уже начали разговаривать, пошли в садик. То есть такая хорошая динамика, просто замечательная. Конечно же, есть и нормотипичные дети, то есть и подростки, которые обращаются и с суицидальными какими-то мыслями, действиями. Есть с селф-хармом очень часто сейчас обращаются родители, когда есть самопровреждение у ребенка, то есть порезы. И за это тоже мы отрабатываем. И хочу сказать, что многие наши дети уже поступили в высшую учебное заведение, благополучно учатся в мединститутах. Вот несколько девочек у меня, где уже нет никаких проявлений ни суицидальных, ни самоповреждений. И это, я думаю, что очень большой показатель. И, конечно же, родители, видя это, радуются и благодарят. То есть это очень приятно. Безусловно, приятно. Тем более, что, вы знаете, я вспоминаю, как совсем недавно, каких-то, ну, может быть, лет 7-10 от силы назад, доверие к людям, называющим себя психологами, было не так велико. Но сегодня я вас слушаю, я понимаю, что ваша профессия очень востребована. Люди нуждаются в вас, как в специалистах. Видимо, ну, мы в очень непростое время живем, я повторюсь. Поэтому, наверное, все-таки доверие с каждым годом, с каждым разом все больше и больше. Ну, а вы готовы оказывать помощь, которая предусмотрена? Ну, конечно же, начали понимать суть работы вообще психолога. Я, когда начала свою карьеру, я начинала в образовательной организации, 10 лет проработала в обычной школе, в сельской школе. И, естественно, сталкивалась с теми проблемами, когда родители не понимали вообще, что я от них хочу, вообще зачем, и в чем заключается моя работа. Но хочу сказать уже, что сейчас понимание совсем уже другое. То есть родители уже ищут номера, пытаются выйти на связь, пытаются любым образом консультацию получить. То есть уже восприятие психологов стало намного проще. Но бывают, конечно, и сейчас остаются такие родители, но немного, как мы поступаем. Если ребенку нужна, например, комплексная работа логопеда и психолога, но родители не понимают суть работы психолога, мы записываем к логопеду, естественно, логопед проводит разъяснительную работу, что вот, вы видите, вот по этим критериям необходима еще работа с психологом. То есть если у ребенка, например, логоневроз, то есть заикание, естественно, тут один логопед не работает, работает совместно и с психологом, потому что заикание, ну, может быть из-за страхов, может это быть какие-то нервные моменты, то есть ребенок перенервничал очень сильно, чего-то испугался. И поэтому нужна, конечно же, работа в тандеме. И понемногу уже родители понимают суть работы психолога и уже обращаются за консультацией. То есть разные моменты у нас бывают. Бывает, мы проводим разъяснительную работу. Мы, кстати, сейчас в центре, у нас теперь работает еще детский психиатр. Да, мы запустили медицинскую деятельность. Вот надеемся, что в скором времени у нас будет и невролог детский. И сейчас мы практикуем такой момент, когда сложные детки попадают, в особенности это с детки ОВЗ-инвалидностью, и где нужно несколько специалистов, мы проводим такой небольшой консилиум. То есть собираются все специалисты и смотрят ребенка. И по исходу данной консультации уже специалисты предлагают, нужно вот это, вот этот, вот этот, или вот этот специалист, и вот этот, например, логопед или психолог, или дефектолог и психолог. То есть или нужен детский психиатр, и нужно пройти лечение сначала. То есть и в тандеме работа идет намного быстрее и эффективнее, хочу сказать. Вот такая у нас практика тоже есть своя. Ирина, спасибо большое за такую содержательную, познавательную, очень интересную беседу, за ваш такой доверительный тон, который очень располагает к себе. Спасибо огромное вам, вашим лицей. Хочу пожелать сегодня больших успехов вашим коллегам, потому что такое классное, здоровское дело вы делаете, ну, просто низкий вам всем поклон. Держитесь, терпение вам, большой-большой удачи, благополучия материального, не побоюсь этого слова, чтобы у вас и стимул был в работе всегда. Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. Спасибо большое за пожелание, всем удачи, обращайтесь, не бойтесь обращаться за помощью, и тем, чем мы сможем вам помочь, обязательно посодействуем. Всем удачи. Я надеюсь на то, что это только начало нашего большого недетского разговора, и мы с вами обязательно еще увидимся и будем говорить на очень многие интересные, актуальные темы, которые интересуют наших родителей, наших взрослых. Спасибо, друзья, что были с нами, спасибо за внимание. Напомню, что сегодня гостью нашей студии была психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ирина Тлябичева. Я прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания, до новых встреч в программе «Недетский разговор». Субтитры создавал DimaTorzok